Международный информационный выпуск «Середина земли» на телеканале АТВ начинается. И сейчас о новостях при Ангаре жителям Бурятии расскажут журналисты телекомпании «Аист». В студии Александра Кошерникова. Здравствуйте. В Иркутске начали готовиться к крещению. На заливе Якобе возводится крещенский ледяной комплекс. Поучаствовать в его строительстве работники церкви приглашают добровольцев. Главное требование – теплая одежда и желание трудиться. Сейчас площадкой для Ирдани расчищены, размечены проруби и снега сооружаются ограждения. За ходом этих работ наблюдала наша съемочная группа. Костя Белаусов в свои 13 лет трудится наравне со взрослыми мужчинами. Приходит рано утром и уходит только тогда, когда работать уже не остается силы. Он – один из добровольцев, строящих Иордань на Иркутском водохранилище. Подростка, инвалида по слуху. Ни мороз, ни тяжелая работа не смущают. На площадке он самый юный волонтер. Больше здесь детей нет. Кажется, что они деньги нужны. Хотят, как там невозможно. А мне не надо. Мне нужно помочь в церковь. Я верю в Богу. Я сам захотел. Я когда пришел сюда, и там нет. Вот только взрослые работают. А я пришел, чтобы помочь раскопать снега. Эта снежная насыпь скоро станет ограждением для будущей Иордания. Ее строят на границе воды и береговой линии, чтобы подо льдом был твердый грунт. В разное время на площадке трудится до 15 человек. В основном это прихожане храма Александра Невского. Но здесь ждут всех желающих. Работы хватает. Главное требование – теплая одежда и обувь. На голом льду гораздо холоднее, чем на суши. Этой традиции уже 13 лет. Первую Иордань здесь, на Иркутском водохранилище, построили в 2001 году. Тогда ее возведение не заняло много времени. Управились всего лишь за одну ночь. Сейчас, к празднику Крещения, начинают готовиться гораздо раньше. Мастера вышли на лед уже 2 января. Сейчас уже готова разметка. На льду водохранилища будут прорезаны три проруби. По краям для купания, а в центре – для водозабора. Здесь во льду сделают желоб шириной 40-50 сантиметров. Упасть в него невозможно. Плюс к этому такая конструкция не позволит случайно упавшим емкостям уйти на дно. Иордань по традиции украсит ледяными фигурами. Но какими они будут – пока секрет. Скульпторы только отмечают, что в этом году работу немного усложнила погода. Которые морозы были, мы уже успели расчистить до этого лед. Он намерз на 10 сантиметров, но желательно было больше. Поэтому приходится постоянно расчищать, мести лед, чтобы он был гладкий, чистый от снега. Потому что небольшой слой снега, он уже изолирует лед, и он не намерзает. А когда он чистый, он намерзает. Даже при таких температурах все равно он потихоньку. И за неделю, я думаю, мы все-таки выйдем на свой рубеж. Иордань будет соответствовать требованиям безопасности. За этим следят ответственные структуры. 19 января – Крещение. Верующих здесь ждут с 10 утра. В это время начнется крестный ход из церкви к заливу Якобе. А затем состоятся молебен и освещение воды. Галина Тернева, Николай Крупченко. Новости сейчас. Заменено 90% деталей и тех узлов. В Иркутске на линию вышел трамвай после капитального ремонта. Такой вид восстановления общественного транспорта в трамвайном депо применен впервые. Все изменения и улучшения оценил наш корреспондент Артур Харламов. Экономия электрической энергии до 37%. Согласитесь, что это приличный показатель. Такая экономия энергоресурсов ранее иркутянам была недоступна. Этот вагон под номером 192 работал на линии с 1989 года. В прошлом году его, как один из самых пожилых обитателей депо, отправили на капитальный ремонт. К восстановлению подошли основательно. Предприятие, потратив 4 с лишним миллиона рублей собственных средств, полностью наладило корпус и ходовую часть вагона. А та самая экономия энергии была достигнута с помощью вот этой коробки под нищим трамвая. Транзисторы в этом блоке более рационально распределяют тяговое усилие на ведущие пары колес. Вагон, он модернизирован. На него установлена система управления тяговым приводом на IGBT-транзисторах, позволяющая экономить на тяге до 37% электроэнергии. Сегодня в него заложен достаточный запас прочности, дополнительный ресурс. Он может еще прослужить долгие годы. Модернизации и доводки подверглись не только корпус и ходовая часть вместе с электрикой. Полностью была проварена рама трамвая. А еще мастера позаботились и об удобстве пассажиров. Изменения в отремонтированном вагоне видны буквально с первого шага, как только попадаешь в салон. Прежде всего, это тепловая завеса, которая поможет не замерзнуть во время холодов. А еще здесь есть антискользящее покрытие, которое обеспечит безопасность всех пассажиров. Но это еще не все. Также здесь есть мягкие и уютные сидения, которые позволят с комфортом перемещаться в пространстве. А вот и первый выезд из парка. Сначала обновленный трамвай делает пробный круг по путям у депо. Все в норме. И теперь вагон может выезжать на маршрут. Такой опыт капитального улучшения транспорта впервые применен в Иркутском трампарке. Теперь в очереди на апгрейд стоят еще 49 единиц электротехники. А всего в парке 58 вагонов. Артур Харламов, Евгений Шарипов. Новости сейчас. Рождественские посиделки и святочные гадания в Краевическом музее Иркутска. Со 2 по 19 января посетители экспозиции с помощью специальных обрядов могут узнать свое будущее. Также погадать на интерактивном зеркале. Научиться выражить попыталась и наша съемочная группа. Смотрите следующий сюжет. Технический прогресс добрался и до святочных гаданий. С помощью такого зеркала можно легко перенестись в другую эпоху или увидеть экзотических зверей. Вместе со своим отражением гадающий видит и полупрозрачные силуэты древних животных и людей различных эпох. Всего около 30 персонажей. У каждого изображения свое толкование, которое можно найти в книге предсказаний, лежащей рядом. Принцип погружения в видение весьма прост. На трильяже установлена веб-камера, которая распознает присутствие человека и включает зеркало. В рождественской экскурсии это не единственный святочный обряд. Та, которая больше подходит в наших условиях. Мы же не будем тут свечку нам нельзя зажигать. Больше подходит в наших условиях и более такое популярное. Смотрим тоже, что нравится людям, что не нравится. Как ни странно, взрослые тоже заинтересовываются и как дети во все это верят. И стараются даже как-то, чтобы это все поинтереснее было. И зовут своих детей, приводят своих друзей. А вот универсальное обращение к стихии. Узнать свое будущее по воде. На выбор гадающего пять стаканов. С водой, сахаром, кольцом, солью и перцем. Точка принимаем. Что хотите, любой хотите. Перец. Сахаром. Сладкая жизнь, остренькая такая, с перчинкой. Помимо традиционных русских ритуалов, гостям предлагается старинное бурятское поверье. Нужно загадать желание и бросить варежку за спину. Большой палец с рукавички наверху быть исполнению желания. Если же палец оказался внизу, загаданное не сбудется. У нас так заинтересовала эта тема, то мы вечером соберемся с ней и тоже прибегнем к нашим гаданиям на картах, которые мы с ней периодически практикуем. За всю мою память лишь однажды гадание меня подвело. Во все остальные случаи оно сбывалось. Очень хочется верить, что все эти гадания, они на самом деле сбудутся и все будет здорово в новом году. У нас гораздо меньше внимания уделяется религиям, традициям и прочему-прочему, но такая вещь, как гадание, естественно, практикуется немножечко по-другому, само собой. Музейные гадания лучше посещать небольшой группой в 2-3 человека. Тогда предсказание будет точнее. За новогодние праздники в музее поворожили уже более 20 человек. Антонина Махнёва, Любовь Фефилова, Александр Мокин. Новости сейчас. У 22 забайкальских страусов на единственной в Сибири и Дальнем Востоке страусиной ферме в 20-градусные морозы начался брачный период. Подробнее об этом расскажет моя коллега из телекомпании «Альтез» Дарья Пьяникова. Коллега, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Александра. Как показала практика, забайкальским страусам не страшны ни морозы, ни перепады температур. Они обитают здесь уже три года, приспособились и не требуют особенного ухода и услуг ветеринара. Яйца у страусов появятся только в мае. И если в естественных природных условиях птицы откладывают их в горячий песок, то в забайкальские морозы их хозяевам приходится прибегать к специальной технике. А теперь к другим темам. Движение по транспортной развязке в районе Каштагского кольца открыто. Однако официально этот объект полностью не готов. До сих пор нет дорожной разметки, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Может ли считать такой исход финалом долгожданной развязки, разбиралась Светлана Тулунова. На месте бывшей остановки общественного транспорта сегодня песчаная насыпь. Место, куда подъезжали автобусы и маршрутки, сравнялись с землей еще в самом начале строительства. Однако жители Каштага по привычке, теперь уже рискуя собственной жизнью, пересекают дорогу именно здесь. Впрочем, понять их можно. Ближайший пешеходный переход располагается под Виадуком. А на этой дороге установлен лишь знак, который многие водители либо не видят, либо просто игнорируют. Нет нигде ни перехода, ни пройти, ни выйти. Школьники ездят как попало и где попало, перебираются. А теперь дорог стало еще больше в два раза, а перехода ни одного. Мучаемся, особенно трудно пенсионерам и детям. Есть водители более такие порядочные, останавливаются, пропускают. А в основном ползком, бегом. Пешеходы, перебегающие дорогу, доставляют неудобства и тем, кто за рулем. Особенно это касается водителей маршрутных такси. Тяжеловато, напрягает, потому что дороги не сделаны. Здесь пассажиры ходят и не знают, куда приткнуться, на какую полосу. Вроде как мост открыли, вроде немного получше стало. Но там нет ни пешеходного перехода, ни дорожки, ни знаков, ничего. И поэтому люди в растерянности. Неудобно брать пассажиров. Прижимаемся к обочине, прямо к бордюру и все. Сегодня мы здесь внимательно изучили на месте проблему. Она действительно существует. И направили в городскую администрацию депутатский запрос с просьбой как можно в более кратчайшие сроки разобраться с проблемой и ее устранить. То есть оборудовать пешеходный наземный переход, хотя бы какой-то, может быть, по какой-то временной схеме работающей. И оборудовать остановку общественного транспорта. Будет ли это сделано, пока вопрос открытый. В пресс-службе управления ГИБДД по Забайкальскому краю нам объяснили, что для нанесения дорожных знаков необходима плюсовая температура воздуха. Иначе разметочная краска просто не будет держаться. Светлана Тулунова, Екатерина Станиславская, Евгений Погорелый. Время новостей. В Улан-Батри состоится фестиваль монгольской скрипки. Организатор мероприятия Всемирной ассоциации исполнителей на Маринхуре. Подробнее об этом расскажет ведущая программы новостей телекомпания «Айст Монголии» Эрдена Нямпурев Дорж. Здравствуйте, коллега. С 27 апреля по 2 мая 2014 года в Улан-Батри пройдет четвертый международный фестиваль традиционного монгольского музыкального инструмента «Маринхур». Об участии в предстоящем фестивале уже заявили музыканты и исполнители-любители из Китая, России, США, Германии и Японии. Первый фестиваль «Маринхура» состоялся в 2008 году, второй в 2010, третий в прошлом году. В этом году в мероприятии помимо зарубежных музыкантов примут участие около 200 исполнителей из Монголии. А теперь к другим новостям столицы. О них жителям Бурятии расскажут корреспонденты новостей на ЦАКТ и Яправдоши Данья. Получайте консультацию врача, не выходя из дома. Такое новшество ввел Национальный центр социального здравоохранения. Связаться со специалистами теперь можно через интернет. Тему продолжит Далгар Сурен. В составе 13 человек Национальный центр здравоохранения трудится над тем, чтобы перевести всю информацию, а также помочь связаться с врачами через интернет. Любой желающий сможет проконсультироваться со специалистами через социальные сети Twitter и Facebook. Граждане смогут получить консультации врачей. Работает специальная группа, которая ответственна за звонки и письма жителей столицы. За сегодняшний день к центру подключились почти 2000 человек. Вопросы задают по поводу состояния здоровья, а также по уходу за ребенком. Ответы на вопросы и консультации мы будем предоставлять постоянно. Сейчас наша программа только стартует. Уверена, что все больше людей оценят эту функцию. Теперь не обязательно вызывать скорую помощь. Вы сможете обратиться за советом к врачу через интернет. Национальный центр обещает предоставить максимально оперативные ответы. Также на сайте можно найти профилактические видеоролики. На сайте центра социального здравоохранения можно не только обратиться за помощью, но и посмотреть видеоуроки для молодых мам, а также по оказанию первой помощи. Кредит ухлопот. Созданием кредитного гарантийного фонда у предпринимателей малого и среднего бизнеса появилась возможность получить кредит до 250 миллионов тугриков. Для этого требуется только собрать полный комплект документов и обратиться в банк. Слово Цэн Цурэн. Цэн Джав Гуай – профессия педагог. С 2008 года из-за низкой зарплаты он перешел в частное предпринимательство. И создал компанию Нойон Норул Аргил. Его предприятие изготавливает мебель для дома. Раньше в Цэн Джав Гуай работал один, но со временем цех расширился, и сейчас в его подчинении 8 работников. Но для того, чтобы расширить производство еще, требуется кредит на большую сумму. Здесь ему и помог фонд. Я очень рад, что смогу получить кредит через этот фонд. Другие организации не давали одобрения на получение кредита, потому что считали, что у нашего предприятия не хватит мощности выплатить его. Кредитный гарантийный фонд пригласил предпринимателей малого и среднего бизнеса на встречу с представителями банков страны. Главными вопросами для обсуждения стали трудности при получении кредита, его погашении и установленные сроки выплат. С пакетом документов вы сможете обратиться в любой банк, а он уже соединит вас с нашим фондом. Представители малого и среднего бизнеса для получения кредита должны представить полный комплект документов. После полного анализа представителей банка, желающих получить займ, а соединяться с кредитным гарантийным фондом. Максимальный размер кредита – 250 миллионов туриков. Цен Цурен и Пелик Айс, Монголия. Это были новости Монголии. Как будут развиваться события, расскажем в очередном выпуске. А сейчас я передаю слово нашим коллегам из Китая. На связи корреспонденты СиСиТиВи Русский из Пекина. Телеканал СиСиТиВи Русский приветствует зрителей программы «Середина земли» в студии Максимилиан Раздольский. В ближайшие минуты я и мои коллеги расскажем о некоторых событиях в Китае. Детский мир становится все более прагматичным. Родители готовы тратить на игрушки для своих детей намного больше, чем 10 лет назад. При этом упор делается не на внешнем виде, а на технологичности. Производители обучают плюшевых медведей разговаривать с малышами, а зайцев делают учителями иностранных языков. Наши корреспонденты побывали на 40-й ярмарке игрушек в Сянгане и поняли, что современное детство просто невозможно без актуальных девайсов. Жилетный человек будто оживает. Стоит лишь поднести к нему планшетный компьютер. Программу, которая преобразует обычное изображение в формат 3D, можно за секунду скачать в iTunes. При этом неважно, какой у вас гаджет. Программа способна распознать миллионы известных объектов и предметов и оживить их на дисплее. До последнего времени была пропасть между компьютерными играми и реальными предметами. Теперь мы можем оживить плюшевого мишку, Барби или Человека-паука при помощи гаджета и лишь одной программы. Они будут разговаривать с ребенком, они могут их обучать, если приложение подразумевает те или иные действия. Любимая игрушка станет другом и партнером ребенка. Скоро она сможет с ним разговаривать на разные темы. Мы над этим сейчас и работаем. Впрочем, несмотря на любовь к технологиям, создатели никогда не откажутся от мягких игрушек. Правда, теперь при одном касании iPad любимый медвежонок может станцевать или сказать что-нибудь забавное. А этот кролик с сенсорной мордашкой легко обучит вашего ребенка новым словам, в том числе иностранным. Взамен потребует лишь подзарядку в конце дня. Каждый раз после успешного занятия зайки за хорошую работу нужно дать волшебный леденец. Все дети в восторге от того, как он радуется лакомству и становится счастливым. Классика тоже не выходит из моды. Модели роскошных спорткаров и сказочные кукольные домики пользуются колоссальным спросом. Согласно статистике, за последние 10 лет запросы к игрушкам сильно выросли, как и их цены. Родители готовы тратить гораздо больше. На технологичные новинки для своих отпрысков сами проявляют к ним интерес. В последнее время родители смотрят на игрушки не просто как на развлечения, а как на способ, который поможет развивать детей. Особенно такую потребность высказывают покупатели из Китая. Именно поэтому многие производители создают свои новинки с учетом последних желаний потребителей. В этом году в Санганской ярмарке игрушек приняли участие более 2000 производителей из почти 40 стран мира. Впервые свои товары представили компании из Португалии, Филиппин и Республики Беларусь. Марина Мышко, Сергей Чудинов, ССИТВ. Хорошая новость для книжных магазинов, в том числе и для коммерческих. Минфин Китая освободил их от налога на добавленную стоимость. Напомню, он составляет 13%. Ранее такой привилегией пользовались лишь некоторые государственные магазины. Но пока продавцы привыкают к льготам, покупатели с нетерпением ждут снижения цен на книги. Юмяу, генеральный директор коммерческой сети книжных магазинов ЦИФЭН Крунхай, он был крайне взволнован, когда услышал об отмене налога на добавленную стоимость и не мог дождаться, чтобы поскорее рассказать об этом коллегам. В последнее время дела у них шли не лучшим образом. Причина в постоянном повышении арендных ставок, заработной платы сотрудников и жесткой конкуренции со стороны интернет-продавцов. Крупнейший из магазинов ЦИФЭН 15 лет располагался на одной из центральных станций по первой ветке метро. Мяу говорит, что аренда помещения здесь стала непомерно высокой, и в апреле прошлого года точку пришлось перенести подальше, на десятую линию. Для нас отмена 13-процентного налога на добавленную стоимость – это серьёзное послабление. НДС отнимал внушительную долю нашей прибыли. Теперь затраты значительно снизятся. Думаю, мы будем стоять на ногах гораздо крепче. Мысли относительно будущего наших магазинов стали более оптимистичными. Юмяо рассказал, что от налога на добавленную стоимость освободили как розничных, так и оптовых продавцов. Теперь реальная прибыль книжных магазинов будет зависеть исключительно от объёмов проданной продукции. Узнав новость об отмене НДС, многие читатели выразили надежду на то, что книги станут дешевле. Цены в книжных магазинах по-прежнему довольно высоки. Я наслаждаюсь чтением и много времени провожу в кафе-читальных и библиотеках. Покупаю книгу лишь тогда, когда она мне крайне необходима и очень понравилась. Юмяо говорит, что цены на книги в ближайшей перспективе не изменятся. Расходы на эксплуатацию магазинов слишком высоки. Налог отменён, но вести бизнес по-прежнему затратно. Потребуется какое-то время, чтобы сделать доход высоким и стабильным. Но Ю не исключает, что в будущем предоставит читателям хорошие скидки. Снижение цен на печатную продукцию не предрекают и другие представители книжного бизнеса. Ценник, который читатели видят на книге, рассчитывается довольно сложно. Он определяется, исходя из затрат на услуги издательств, типографий, оптовых, розничных продавцов и так далее. Для того, чтобы дешевле стали книги, должны снизиться расходы на все эти услуги. Отмена НДС порадовала продавцов, но все они признают, что это не поможет добиться желаемой прибыли. Представители книжного бизнеса ищут креативные способы заработать дополнительные деньги. Например, регулярно проводят тематические лекции и продают помимо книг какую-либо сувенирную продукцию. Ну что ж, это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин